Сельские швейные мастерские Алакольского района на период чрезвычайной ситуации перепрофилировались. Они временно сократили объем заказов односельчан на пошив одеял, приданого или одежды и перешли на новый вид для себя продукции. Ателье Ау-Онери в поселке Желанды сменило направление деятельности. С недавних пор 15 портник заняты пошивом индивидуальных средств защиты. Они изготавливают маски для женщин, мужчин и детей. Не забыта и эстетическая сторона вопроса. Защитные маски отличаются оригинальностью, стилизованностью. Их даже можно подобрать к тому или иному наряду. Мы шьем, получается, оюкурпи, прахкурпи, одеяло, пледы из натуральной шерсти. Это овечья шерсть, верблюжья шерсть. Но, учитывая данную ситуацию, конечно, мы не могли остаться в стороне, поэтому мы сразу переключились на пошив масок. Все материалы свои, с нашего резерва, поэтому пока и материалов всего хватает. Мини-цех изготавливает около тысячи единиц средств защиты в день. Это не медицинские маски. Но защитить от инфекции, уверены портные, смогут не хуже. И на их изделия уже есть заказы. К примеру, районные власти сделали заявку на пошив 10 тысяч защитных масок в швейной мастерской Аул-Онери. Не остались в стороне и жительницы других поселков Алакольского района – Якпинды и Акжар. Женщины в домашних условиях изготавливают по 100 масок в день и раздают всем нуждающимся. Ткань приобретается на средства волонтеров и поселкового Экиматор. Эти маски мы раздаем детям, инвалидам, пожилым людям. Где-то 300 штук уже раздали. И думаем, еще поможем, сколько нужно будет, поможем. Дефицита в средствах индивидуальной защиты Алакольский район не испытывает. Поскольку сельчане тоже, как один, стараются внести свой вклад в общее дело, чтобы остановить распространение инфекции. Евгения Присяжная, Абылая Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Уборщиков улиц в столице стало почти на треть меньше. Из-за карантина многие работники, которые живут за городом, не смогли вернуться. Несмотря на особые условия, коммунальные службы работают в обычном режиме. Как работали, так и работаем. Сейчас мойкой занимаемся, с утра мусор собираем. Все хорошо, слава богу, машин стало меньше. Не мешает, делится дорожный рабочий Вячеслав Миненко. Отметим, за двумя с половиной тысячами рабочих в эти дни в столицу убирают полторы тысячи человек. С шести утра они выходят на смену. И, как видно, улицы стали намного чище. Впрочем, и сорить сейчас особо-то и некому. Казахстанский Западный Алтай впервые станет местом обитания моралов. Благородных животных завезли в Высокогорье Ридерского района, сообщает корреспондент Хабар-24. Расширение популяции восточно-азиатских оленей, считают специалисты, будет способствовать особая флора и фауна этих местностей. В непроходимые горы Владимир Климов завез больше 200 голов лошадей и яков. Приучить к сибирскому розам удалось и верблюдов. А еще в Ридерских Высокогорьях обживаются благородные олени. Владимир Климов строит первую в Казахстанском Западном Алтае мораловодческую ферму. В ближайшие несколько лет поголовье моралов в Ридерском районе увеличат до 400 особей. Местную достопримечательность планируют внести в топ-50 туристических объектов республики. Синоптики рекомендуют жителям одеваться потеплее. А лучше вообще по возможности придерживаться домашнего режима в связи с чрезвычайным положением в стране. Термометры в дневное время будут на уровне 13 градусов в северной части области. В южной ожидается потепление до 22 градусов. Нам надвигается циклон и связанные с ними атмосферные фронты будут оказывать влияние на нашу область. Но они нас сильно не коснутся. В основном это центральный Казахстан, северный Казахстан и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спортсмены Алматинской области перешли на удаленный режим тренировок. В расписании появились прямые эфиры в социальных сетях. Комплекс упражнений через мессенджеры. Тренеры контролируют процессы в режиме онлайн. Та, при приседании бедро параллельно пола. До конца не садимся. Телефоны и штативы теперь как снаряды для тренировок. Тренировочный зал упустеет, однако тренировочный процесс останавливаться не должен. Спортсмены тоже перешли на удаленку. Среди них и молодежная сборная региона подзюдо. В секции для онлайн-тренировок выбрали направление «Общая физическая подготовка». Стараемся проводить тренировки онлайн. То есть через программу «Зум» даем задания, контролируем ребят, как они тренируются, качество тренировки смотрим. Делаем это для того, чтобы на период чрезвычайного положения сохранить хорошую физическую форму. Так как на этом жизнь не заканчивается, надо идти только вперед и вперед. Останавливаться на этом не стоит. Старается поддержать форму на дому и серебряный призер Олимпийских игр Нурбахатин Азбаев. Тренируясь сам, спортсмен показывает, как правильно держать себя в тонусе. Кроме того, подает пример молодежи и своим детям. Сейчас нам всем необходимо сидеть дома, проводить больше времени с семьей. А заниматься спортом и поддерживать свое тело и дух можно и в домашних условиях. Все спортивные залы закрыты, и потому тренеры проводят занятия в режиме онлайн. Каждый день один раз спортсмены занимаются общей физической подготовкой. Спортивная дружина области утверждает, что такие тренировки помогут поддержать физическую форму спортсменов. Если спортивные залы вновь заработают, им не придется начинать все с нуля. Алексей Цой, Надир Хамзин, телеканал УЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин